Доброе утро! Надеюсь, все прибыли, все нормально, все живы-здоровы. Итак, по существу, в этот раз турнир на черваном прахоре Саршедов проводится под определенным, другим, отличающимся правом. Вовля в завоз. Допомню в двух словах. Лодка-кораблик, границы секторов отбиты. Плавать, кормить, вываживать с лодки можно в любое время дня и ночи, без ограничений. Спот запрещен, соответственно, шары, ракеты, все под запретом. То есть кормиться можно с руки, с лодки, с кораблика, коброй, рогаткой, наверное, кому это надо. А ракетами не пользуемся совсем. Естественно, естественно, это не может у кого-то возникнуть непреодолимое желание покидать сподом. Нет, нет. Дайте в обратную сторону. Вторая особенность. Турнир. Если мы будем проводить в рамках правил, то конфликтов и всяких непонятных ситуаций с соседями удастся избежать. Поэтому придерживаемся правил здравого смысла. К соседям ходим пешком с улыбкой. На воде с соседям не плывем, в соседнем секторе не ловим. Это очень важно, чтобы избежать всяких недоразумений. При распределении призового фонда. Призовой фонд у нас есть. Он достаточно хороший, наполненный. То есть всем будет интересно. Да. Следующая особенность. Жеребьевка. Междусобойчики это уже делают. Решили, чтобы добавить интригу. Водоем все хорошо знают. Сектора знакомы. То есть жеребьевка двойная. Значит, команда вытаскивает порядковый номер, потом команда. Команда имеет право два раза выбрать сектор. То есть первый раз. Да. Сергей Федорович, сектор, допустим, я достал шарик. Да. Не, он мне нравится, я не хочу его. 30 секунд. Я его обратно бросаю, либо он здесь тоже. Нет, обратно. Если ты его не занял, он идет обратно в сумку. А, то есть я могу его повторно вытянуть? Легко. У тебя будет такой шанс, ты можешь... Я все впереди, дружаня. Все в твоих руках. Какое бывает. Не подумай о своем еврейском счастье. Процент второго попадания у тебя большой. Ночью в секторах никто не ходит, никто тем более не ездит. Судейство достаточно строго. То есть заплыл в сектор, ушел из сектора, желтая карточка. Второе предупреждение, едет домой. Надеюсь, в Кривой Рог, в Харьков, куда угодно. Не, ну в Кривой Рог. В Кривой Рог, конечно. Да, отправил. Что ж ты в Кривой Рог? Сын получил? Нет, нет, я образно сказал. Поэтому придерживаемся таких правил, уважения друг к другу, и все будет нормально. По взвешиванию зачет с 5 килограмм, поэтому весы практически есть у всех. Каждый понимает, что рыба зачетная или незачетная. В протокол вписывается рыба под 5 килограмм. И потом по мере ловли крупной рыбы мелкая заменяется крупной. Грубо говоря, если там двушка, трешка, четверка, сразу воду... Двушка, трешка, четверка, естественно, в воду. На сковородку рыба не идет. От каких на сковородку можно брать? Лещик. Если тебе хочется только сырыми и полкилограммовых. Там мы же вроде бы на карпа приехали. Какой сом? Случайная поимка сома. Возможно. Не все же понимают, вот прям так отличить карпа от сома. Первый раз такое слышу. Посмотри, зеркальный соменок. Бедрикат. Ну тогда Юра придется тебе привозить на уху нам рыбу. Придется, да. Но ничего, это лучше, чем... Ошибиться и съесть зачетного карпа. Давайте серьезно. Давайте, да. Ну что? Первый номер вытаскивает Юра. За что это не почетное уважение? Начинаем. Начинаем. Юрий, скажите, не заканчивайте такие команды. Так, Юра, первый тянет, назвали команды, правильно? Да. С номером. Нет, нет. Номер команды. А как мы вам знаем? Вот парень, 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 парень. Пожалуйста. Давай, Юрия. Номер пять. Десятая команда. Спортивная рыбалка. Обаудеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Аккуратно, аккуратно. Аккуратно, 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 аккуратно. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Ждем развития. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Две подряды. Смотрите продолжение в следующей серии. Да. Да. Смотрите продолжение в следующей серии. Барбарисы. Друзья, друзья, у нас сейчас была мощная поклевка в метре от берега. И поводочный материал корда энтропсов 25 лб не выдержал нагрузки. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 от повреждений ну и самое как бы основное во всей снасти это крючок и поводок при ловле на завоз как бы вся ловля вся стратегия строится на поимку трофейной рыбы крупной рыбы прежде всего поэтому и размер крючков и поводочный материал нужно выбирать очень тщательно на сегодняшней рыбалке мы пользуемся крючками номер один из довольно толстой проволоки длина поводка стандартная для крупной рыбы там в районе 30 сантиметров волос фиксатор силиконовая трубочка то есть и размер как бы под 20 бойл крупнее пока не ставим отсекать некого в общем то крючок нормально справляется из подсечка и держит то есть сходов на вываживание быть не может вот но в общем большая ошибка использовать при ловле на больших дистанциях крючки мелкого размера хорошо они пробивают хорошо держат но надо надо учитывать то что при вываживании с больших дистанций очень часто губа разбивается появляется дырка и мелкие крючки часто выпадают и крупная рыба иногда просто-напросто и и надо фиксировать форсировать вываживать очень серьезная нагрузка дает на крючок на поводочный материал поэтому нужно делать все с запасом поводочный материал в принципе тоже дело вкуса можно пользоваться флюрокарбоном жестким с тестом таким 25 лб и больше можно использовать обычные без оплетки такие как армадила там и прочие абразивоустойчивые порезом повреждения можно найти хорошие материалы в оплетке тут кому что нравится в общем то выбор есть одним словом все должно быть надежно с двойным запасом прочности никаких там компромиссов там старый поводок или там тупой крючок крючки нужно проверять затачивать если не устраивает ихняя заводская прочность но и всегда постараться пользоваться новыми что касается приманок в принципе сейчас мы используем наши стандартные приманки 20 размера мы специально перед турниром подготовили насадку и прикормка они они идентичны единственное чем отличаются вот эти бойлы которые мы используем при кормку они менее прочные хотя они высушены в камень но они достаточно быстро напиваются воды и становятся мягкими от бойлы которые мы используем на волос то есть мы сделали с чуть большим содержанием альбумина то есть они реально могут продержаться на волосе и 24 часа тоже очень плотные высушенные практически в камень бойлы на основе фишмила плюс криль ну и с этим замечательным запахом ливера сосиски и чеснока замечательного для карпов для человеческого носа он кроме тошноты и приступов рвоты ничего не вызывает карп его любят они едят эти бойлы поэтому приходится терпеть и делать такие приманки вот но еще специально для этого турнира мы попробовали сделали по папы но не менее по папы которые сейчас модны которыми там хорошо клюет мелкая рыба караси там и прочая ненужная штука нормального размера по папы такие 14 16 18 тоже с таким же вкусом как и донные бойлы liver sausage garlic и еще там для эксперимента с ароматизатором который в бойлах бомж используется одни ярко-желтого цвета другие ярко-розового цвета периодически пробуем ловить на такие крупные по папы но все дело не в приманках на самом деле все дело вместе где где мало им то есть у нас участок где есть крупная рыба то есть но судя по всему мы там пару рыб уже поймали но до конца еще не разобрались рыба еще одни нет такой четкой реакции на прикормку просто мы ее ищем когда определимся с точками когда уже найдем в ее стоянке она будет более как это регулярная стабильная ловля сейчас можно вешать по папы и все что угодно если рыба не клюет то она еще пока не клюет в некоторых секторах есть хорошая активность то есть там рыба ловится как я слышал и видел в принципе ловят на донные приманки достаточно крупные то есть 20 и 24 бойлы рыбок хорошая крупная не стесняется и уверенно берет даже такие серьезные крупные приманки но нормально все будет до спортивная рыбалка криворог все вытащили но не крайне стоят нормальное дело абсолютно не должны да все впереди он ребята тоже стоят тоже одна поклевка было карпали амур клюну у нас амур на глубине сколько больше то не только 6 7 но отлично начали да и в сторону пляжа начали ловить и здесь начали ловить чувство на пляже но у вас же сектор в туда что сторону вас там показали от сель где баклажка и до удачи до дыкаря не за один главный главный капитник там ушел в ушел устал устал пройдет пройдет еще не кормили как подбрасываем по чуть-чуть точку как она ну да проверка прикольно но тут зацепил коряжник сплошной серёж невозможно вот смотри я пошел право амуром и взяли тоже на ловке брал я уже запутался почему не тянули чуть-чуть и начали проверить и одну по углезку еще надо на ту баклазу потому что мимо шанса поет не годится да и Субтитры подогнал «Симон» 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 На самом деле на Западе, в Европе Вот ловля крупной рыбы Это приоритет Все стремятся поймать Потом сфотографироваться Именно с крупной рыбой Водоемы, где есть такая рыба Они или очень большие Или действительно закоряженные Поэтому там ловля в заброс Очень часто даже запрещена Ну, соответственно, турниры Набирают популярность То есть они длятся четверо, пятеро Даже шесть суток то есть с разным количеством участников то есть кому интересно может поискать в сети очень много как бы информации есть по этому поводу одним словом это движение в украине только-только попытки всегда были как бы организовать такие турниры ну желающих мало было надо пробовать и тому тема получит дальнейшее такое развитие а поиск волшебного бойла волшебной какой-то составляющей он всегда интересный но он единственное что делает это хорошо разрушает карманы в магазинах поэтому мы пользуемся двумя или тремя компонентами в прикормке это бойлы качественный пелец но иногда без него и кукуруза или без кукурузы кукуруза с горохом может быть то есть или зерно или бойлы две как бы стратегии которые рыба нормально воспринимает на большинстве водоемов которые всегда дают результат здесь зерном пользоваться опасно то что есть такая мелкая средняя рыба на нам не интересно поэтому практически не используем зерна пробуем немного добавлять пелец а вот и бойлы стандартные вареные бойлы которые на дне наверняка пролежат какое-то время нерастворимые бойлы а именно вареные ну по такой тактике здесь ловит в общем-то много команд принципе на финальном построении будет понятно какая тактика выигрышная какая нет у нас еще трое суток времени есть поэтому выводов пока рано не будем делать придерживаемся выбранной стратегии вы просто ловим рыбу это зеркалка там про зеркалку была отдельная номинация была а фиксировали а фиксировали зеркалка они было более-менее последний последний всем всем стоп но не будем на табличку записывать да 6 тонн скопейка ну паша бери нафиксироваться ты будешь 6 340 вырываешь парня нам вышел ну а и и 6,165 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Там сплошное дерево под водой, под дерево идёт, рыба такая более тяжёлая, там совсем не хочет. Попробовал ради эксперимента, завожу одну удочку, против руки поставил, и так кукурузу свёркнул. Ну я не доплыл назад, она поехала. То есть мелкий корм сразу не сдаёт. Тоже пробовал, сегодня я не успел свингер поставить. Ну я начал плыть, пол дороги проплыть. Здорова! Здрасьте! Банда! Привет! Здрасьте! Ну что скажете? Скажем? Ага. Здесь рыбы нет. Неправда ваша. Мы уже этот сектор обследовали вдоль, поперёк, во всех этих направлениях. То есть всё, что можно было здесь найти, нашли всё. Всё, что можно было попробовать, попробовали. Ну не всё, но много чего. Я понял. А у вас сектор от той коряги? У нас получается сектор, видите, аж блок вот этот крайне левый. Красненький, маленький он. Да. И до коряги. Ну вижу, да. Вот это вот весь наш сектор. А что он такой узкий? У вас должно быть в два раза больше. А где Андрюха, а что он вам так нарезал? Непонятно. Мы здесь все сектора, смотри, у этих тоже. Вот их край, раз, два. Ну там дальний. Здесь у всех по два, по две метки. Ну там вот это вот дерево затоплено, там всё богатство. Там она живёт, рыба. У нас, я не понимаю, почему. Залив молчит. Вторая. Во-первых, залив молчит. Прямо под деревом лежит. Да, я понял. То есть, ложили сначала где-то метрах в пяти от дерева. Потом в четырёх. Потом в трёх. Потом в метре. Потом вообще под самая дерева. Под самая дерева. Метра на полтора надо класть. Туда же ветер приводит. Метра на полтора. Ну, я допустим подплываю туда, беру вот это за край. За ветку. Да. И в отверст туда. И в отверст туда. Ну, положи и всё, и пусть она стоит. Так и стоит уже. Двое суток стоит. Вообще ни одного типа. И ничего страшного. Ну ничего, она сработает. Она сработает. Одну удочку держите и всё. Да, там и держим. Только вы её закрепите, чтобы она затянута. Затянута. Затянута для нашего. Она толкнула, да. И всё. У нас шипалки затянута. Нет фигня всё. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятного. Спасибо. Володь у себя вон в кабинете. Мама. Принимает по записи. Принимает поздравления. И отвечает на вопросы. Дорога Вова. Привет. Ну, что скажешь нам? Что сказать? Что сказать? Вся рыба, которая в заливе наша. Отсюда мы вообще ничего не берём. Берёте рыбу с залива? Да. Более-менее крупную. Ну, отлично. Ну, пока не зачётную. Блин. Во, ну ты не расстраивайся. Мы вообще никакую не берём. Скажда. Вообще нет. Ну, у нас дальняя только работа. Дальняя это за 480 метров. Ты нашёл там корешку? Ну, корешку. Не-е-е. Под этой стороной? Здесь есть. Ну, вот такой. Вот такой, да? А середина вот? Да, оттуда хоть за 4. Да. Середина ничего. А вот этот угол? Вот этот. Там и там. Оттуда и все, что мы готовы. Ну, короче, вы так распределили очень широко. Да. Мы две здесь поставили и две туда гоняга. Хоть там и кормил зерном, а амур не обрезают там кровяным таким бойлом покушать. Нет, амур сиядный. Нормально. Амур на такую на мерзость поймали. Фишмилл с афоэтидой вообще гадость полная. Берёт нормально. Ну, он сиядный здесь. Корма у него не так много. Так что нормально. А не, прикольно. Только двое суток прошло. Ещё двое суток. Ещё двое суток. Всем надо просто-напросто пять рыб поймать. А чтобы их поймать, надо два часа времени. Просто взять их и вытащить. А мы уже две поймали. Ну, вам попроще. У девчонок там всё в порядке, да? Ну, он нормально. Ну, а не ловят. Да. Там, где есть рыба. Логово её. Там глубины, коряги. То есть всё в полном порядке. А вы что, ловите хоть что-то? Не ловим ничего ещё. Вообще? Да. Сутки первые поймали два рыбы. И всё. Потом вообще тишина наступила. А спортивная рыбалка? Ловят. И девчата ловят. И девчата ловят, да? Да. А этот? Филигрин. Ихуя. Зачёта нет. У нас тоже за счёт. А мелочь плюс? Вчера клевала хорошо. У нас... Мы сегодня ж не ложили тогда. У нас мелочь. Сегодня один Амур только был. И то мы сомневаемся. Выпустили его. Думаем, почему мы его не сглажили? Может, пятёрочка была? Ну, может быть. Такой-то. Ну, это всё. Ну, у нас дедушка решил... Он самый старший решил. Не за счёт. Он один глазом проснулся. Один глазом. Не взвешивать. Будем. Возвешивать? Нормально. Городом не было. Не, он туда взошёл. Да? Всё равно пятёрки нам тоже уже не идут. Не проходят. Чего? Вам проходят на десятки. Да, фигня. Проходят. Так что, у меня ещё... Перестало дзёбать. Мы не сняли. Мы с нашей закупали. Двинулись на чуть-чуть. Двинулись на чуть-чуть. Надо ездить сразу. Ага. Тяни на араб. Леска там хорошее. Тяни, не бойся. Там сильно. Тяни, тяни. Хорошо. Хорчи не давай ему зайти. Всё? Что? Сошёл? Или срезал что-то? Срезал. Без груза, без ничего. Чего-то отрезал. День добрый. День добрый. День добрый, добрый. Олежек привет. Вы посетили необитаемый ростал. Да, да. Забрали. Что с вами? Делаем. Хорошо у вас за вход или за обрыв? Что это такое? Тянул. Ночью слетел сплинг прямо с сигнализатора. Он потянул его. Фрикцион же полностью затянул. Ну и затянул. Там же коряжник. Он зацепился за сигнализатор и всё. И сразу обрыв плитни. Я поплыл её собрал. На Кока-Колу намотал 85 метров плитни. Там её повесил на коряжке. Завёз палочку следующую. И поймался за Тузика на 2 килограмм. Ну. Тузика у нас очень много. Тузик 2. Да, 2,5. Амурчик 2. 2,5. Ну тут первый карпик, кстати, на 4700 был самый большой. Да. Нам 300 грамм не хватило. Ха-ха-ха. Ну хочу или накормить его уже. Больше пятёрки он такой. Сделать карпику, чтобы было всё включено у него. Надо было его кашкой подкормить. Да, да, да. Я тебе так скажу. Карпалцы убираем. Тузов практически мало. Ну не двадцатку даже. Вон твоя двадцатка лежит. Мы поймали на двадцатый бойл. На бомжа он лупит. Слабо. Всё равно там она есть. Крупная. Домка. Да. А под дамбой и здесь есть рыба. И у нас есть рыба. Но здесь она неактивная. Ветра нет. Её не торкает. Вчера у нас был совершенно такой тихий вечер. В плане отсутствия поклёва. Поэтому мы после обеда решили пройтись по секторам. Сходить в гости. Посмотреть, как настроение. Спросить там. Пообщаться. В общем. Как. Многие. Наверное. Себя настроили. Так. Трое суток. И продолжается ловля. То есть. Три сектора. Которые находятся в вершине. Два на острове. И один. Самый первый. К вершине. По прежнему. Не поймали. Рыбу больше пяти килограмм. У них очень большое количество мелкой рыбы. Незачётно. От килограмма до трёх. Попадаются там пограничники в районе четырёх. Но крупной рыбы нет. Судя по всему. Не совсем подходящий корм для ловли крупной рыбы. То есть. Какие-то пылящие бойлы. Какие-то зёрна. То есть. В большом количестве собирается мелочь. Потому что. Статистика ловли вот на тех секторах. Как раз говорит обратно. Там. Очень хорошая плотность крупной рыбы. К ней. Нужно пробиться. Нужно отсеять мелочь. То есть. Для этого нужны совершенно другие прикормки и насадки. Ну. Дальше. Сектора. Которые стоят. На втором посту. Потихоньку начали ловить рыбу. Но. Не все. И. Не все могут справиться. Видимо. С поиском точек. Потому что. Поклевки есть. И поклевки крупная рыба. Но. Не всегда получается вывести. То есть. Там. Коряжник. Не самый мощный на водоеме. Но. Достаточно жесткий. Крупные деревья. В общем. Там. Интересный участок. Но. Тоже. Потенциал. Его. Наверное. Не до конца раскрыт еще. Вот. Потом идет. Средняя часть водоема. Там ловят. Стабильно. Ловят. Равномерно. Кто-то больше. Кто-то меньше. Я знаю. Некоторые команды. Которые. Наверняка. Могли бы быть первыми. Но. Они. Не справляются. С вываживанием. У них. Там. Не совсем. Подходящие снасти. Достаточно. Тонкие лески. Мягкие удилища. То есть. Очень много рыбы. Они теряют. В корягах. Садится рыба. Ну. А дальше. Тройка лидеров. Они. В принципе. Как начали ловить. С первых суток. Так и ловят. Вот. Мы находимся. Две команды. В районе дамбы. Мы свой результат. С первых суток. Не улучшили. А. Соседи. Которые ближе к дамбе. Сегодня улучшили. У них тоже. Стала попадаться рыба. Более. Нормального размера. В районе пятерки. И. Крупнее была рыба. Они потеряли. Несколько рыб. В корягах. Вот. Участок. Сектор. Хоздвор. Там. Огромный. Мелководный залив. Множество коряг. Зацепов. И. Там. Потихоньку. К концу. Третьих суток. Тоже. Появилась зачетная рыба. То есть. Почему. Эти турниры. Проводятся. В формате. Четверо. Пятеро. Суток. Надеюсь. Всем понятно. Не всегда удается. Отсечь мелкую рыбу. От крупной. Не всегда. Удается. Найти. Стоянки. Крупной рыбы. То есть. Троя суток. Для трофейной ловли. Это. Очень мало. Поэтому. Четверо. Пятеро. Суток. И. То. Не хватает. Иногда. Пятеро. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Усталость берет свое Некоторых спортсменов, наверное, все-таки подкосило Немного без клевья Но ничего, мы не отчаиваемся, продолжаем попытки, ищем рыбу Вот, чтобы сказать, как интересно все происходит Вчера и позавчера у нас вообще не было поклевок нормальной рыбы Сегодня с тех же самых точек в течение полдня получили две поклевки крупной рыбы Которые, к сожалению, были сходы Одну рыбу взяли, она чуть-чуть меньше 5 килограмм И одну в районе 4 килограмм При этом совершенно исчезли тузики, незачеты, всякие келушки, двушки Отсутствуют напрочь То есть, видимо, сильный ветер не только выгнал рыбу с наших участков Но какая-то рыба и приплыла против ветра То есть, бывает, наверное, и так Ну, а так, в общем, что интересно На протяжении всего турнира ветер не менялся Он разгоняется, дует с дамбы Сгоняя таким образом рыбу к середине и к участкам вершине В общем-то, эти участки как начали ловить с первых суток Так же успешно их и ловят рыбу Некоторые команды нашли подход к карпам Нашли участки, скорее всего, где можно вытащить рыбу без зацепа Потому что это озеро, конечно, славится своими корягами Можно так сказать, украинское рейнбол То есть, рыба живет в таких дебрях Откуда ее вытащить не всегда получается То есть, нужно быть готовым и технически И снасть должна быть подходящего класса То есть, все ловить с 0,25 леской в корягах, конечно, не получится Ну, в общем, интрига сохраняется На самом деле, чтобы поймать пять рыб, много времени не надо Самое главное найти ее, предложить То есть, положить приманку в нужное место Поклевка будет Андрюх, пацак Там, кажется, что так неплохо Да, да, да А у меня же груди, а очень легко поверху плывет Поклевка будет Андрюха взвесишь? А тут Андрюха может в ответ сказать, там пошли воду, склоро-ораза Слышишь? Грузило Все ждали результат появления Не-не-не, да 5-0 5-980 Тяжелее С зеркалом Проблема Да, я положил Сейчас Наш долгожданный зачетик Чистенький Чистенький Прошел Надеюсь В хорошей дружественной обстановке Всем понравился результат Наверно получили все Тот, который хотели Кто-то не вышел С пятью крупными рыбами Тоже не страшно Борьба была честной Я думаю, всем понравилось Две команды оказались на острове Время года и погода было против них Поэтому команды без зачета Но какие-то еще причины Они сами потом вам все расскажут Но Команду, которая заняла 13-й сектор Отмечает Торговая марка Органик Бейтс Команда 13-й сектор Получает Продукцию Приз От Органик Бейтс Их не мы, да А в 13-м секторе у нас Сколько? А? Карбзона Карбзон Поэтому Вот чай Вот чай Да Значит Движемся дальше Пятую строчку Занимает команда Пилигрим С пятью закрытыми рыбами Вес 36 кг Сектор Хоздвор Дальше Дальше Движемся Четвертое место В такой серьезной борьбе Заняла команда Барбарис и Ко Пять рыб Вес 38 кг 45 грамм Команда Команда Трофей За четвертое место Отмечает Набором С набором продукции Трофей С набором продукции Трофей Мальковский наш рыболов Коллега Отмечает Команды Которые заняли Последнее место Почетное Кепками Да Но команды две А кепки три Поэтому Решение такое Давайте Чтобы можно было Три разделить на два Одну кепку оставим Юре На память о турнире На память о всем А две кепки передаем Командам Спасибо Переходим к тройке лидеров Борьба была За третье Четвертое Второе место Такая очень интересная Напряженная Итак Третье место С результатом 39 315 грамм Заняла команда СВД АПЛОДИСМЕНТО И тут уже Идет запресса Дорога Да Почетное Третье место Этот Кубок Вырываем Набор На память о турнире Отроганского мясокомбината Это есть Футболка На размерах нет На меня На меня Да Вот это Значит Давай сюда Сертификат Сертификат За третье место От Карпзон Есть? Есть Есть Переходим же Плавно идем Подожди Не перепрыгивайте Да Значит От Крейзи Карп Бойлы дали Сертификат И третье место Приз На нашем турнире 2000 гривен Дальше Второе место В упорной борьбе С весом 47 килограмм 355 грамм Заняла команда Технокарп Медиа Тим Подождите Мне дали табличку Табличку Передайте Саня Да Значит Это дебют команды Первое выступление И очень удачное Потому что На таком сложном турнире Второе место Спасибо Паша Спасибо Дальше Направим Нашего вкусного спонсора Набор Дальше Надо уже Подсмотреть Второе место Сертификат 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 Конверт С 3000 гривен призовых Алмаш Да И проверяем Футбол Полно Но еще будет Да Ну Наверное все Ничего не забыли Да Ну и Перейдем к нашим призерам Основным Значит первое место Уверенно С первого дня Лидируя Заняла команда Спортивная рыбалка 3 С общим весом 52 690 То есть Все 5 рыб Дальше 10 килограмм Аплодисменты 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 По карманам Всем по банке Получилось Набор Делю На память О турнире Отраганская Месокомбината Дальше Первое место Сертификат Да Первое место Для капитана Футболка И Начинается Самый Серьезный Момент Спортивная рыбалка 3 Первое место По условиям Нашего турнира Денежный приз 5000 Второе По условиям Нашего турнира От спонсора Роганского Мясокомбината За первое место 3000 гривен Аплодисменты Но это Оказывается Не все Эта же команда Взяла Самую крупную Рыбу Бигфиш Турнира Весом 12 килограмм 820 грамм Аплодисменты Еще раз Грамотно Есть Значит Крупная рыба По условиям Нашего Турнира Приз 2000 гривен И дополнительный Приз 2000 гривен От Рыбалка Форум От форума От владельца Форума Рыбалка Форум Спасибо Аплодисменты Но это еще не все Я серьезно Эта шпаргалка И принтер в подарок При интернете Фотоаппарат При интернете Значит Между собой Вначале Кто помнит Да Была идея Сброситься И заработали Ребята 2000 гривен И вот такой вопрос Это Чтобы запомнился Бигфиш Да Будете использовать Полнозначно Спасибо Ну Если ничего не забыли Еще маленький 12 был Значит Сертификат За волю К победе А ну давайте Четвертая Четвертая Нет Нет Это последняя Остров 1 Обязательно Отмечаем Ваших Соседей Ящик Торжественно Продукция Заслуженно Ваша АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ От администрации Лично От Юры Торжественная Шурпа Которая Была обещана Просьба Подходить туда Брать тарелки И присаживаться И отдать Юре кеп И Юре передаем кеп Юра Не забыть это сделать Ближе к нам За помощь И всяческую Память Сомф competition Сомфécu Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...